У Висбора есть песенка про загадочную страну Мадагаскар. «Будь осторожен, друг, никто из нас здесь не был, В загадочной стране Мадагаскару». И еще «Тяжелые метки стрелы у жителей страны Мадагаскару». Он написал ее в 50-е годы, в 52-м. Может быть, вы ее даже слышали, но едва ли знаете, что это песня о Великой Отечественной войне. Дело было в 1942 году. Это очень тяжелый год для антигитлеровской коалиции. Враг наступал, рвался на Кавказ и Голги. Пал Севастополь. Через оккупированный советскими и британскими войсками Иран шла помощь от союзников длинным кружным путем. Сначала из канадского Галифакса и американских портов восточного побережья выходили транспорты и спускались вниз на юг вдоль берега под прикрытием противолодочной авиации. Потом они пересекали Карибское море и шли к Панамскому каналу. Тут их тоже подстерегали немецкие субмарины. Был случай, когда транспорт был потоплен перед самым входом в канал. Карибское море патрулировал на своей яхте писатель Хемингуэй. Он выслеживал перископы немецких подлодок и сообщал о них по радио, куда следует. После канала суда шли вдоль побережья Чили на самый юг Тихого океана, где их не мог достать японский флот. Потом южнее Австралии они входили в воды Индийского океана, пересекали его и шли на север вдоль Африки. К Аравии. Потом в Персидский залив. И, наконец, разгружались в Иранских портах. Но это еще не конец пути. Грузы, автомобили, паровозы и прочие имущества нужно было доставить в советский Азербайджан по дороге, которую проектировала, кстати, моя двоюродная тетя. Путь был долг, больше полугода. Зато не так опасен, как путь к советским портам Ледовитого океана. Мурманску, Архангельску. Туда британский флот с большим риском и большими потерями сопровождал транспорты с самыми срочными грузами, которые должны были попасть на советско-германский фронт как можно скорее, за несколько недель. Все же основной дорогой был долгий путь через три океана. Именно по нему шла улыбка дяди Сэма, консервированная колбаса в банках, мука, яичный порошок, сухое молоко. Враг попытался перерезать этот путь сразу в двух местах. Немецкое наступление на Кавказ – это одна из этих двух попыток. Вторая попытка – это создание японской базы на Манагаскаре. Манагаскар в те времена был колонией Франции. Но Франция Франции рознь. Север Франции был оккупирован Германией, а на формально независимом юге Франции правило правительство французского генерала Петена, правившего югом Франции из городка Виши. Этой-то Вишистской Франции и принадлежал Мадагаскар. На Мадагаскаре было 8 тысяч человек войска. Это малагасийцы, служившие Франции. Вот вам тяжелые и меткие стрелы у жителей страны Мадагаскаровых. Основную часть французского флота британцы уже уничтожили, поэтому морских сил на Мадагаскаре было очень мало. Сухопутные силы антигитлеровской коалиции были представлены австралийцами и потомками буров, войсками Южноафриканского союза. Численный перевес был на их стороне. Примерно в полтора раза. Однако малагасийские войска оказывали ожесточенное сопротивление, поэтому захват Мадагаскара продолжался полгода и один день. Потеря Мадагаскара для Гитлера означало крах его мечты о так называемом решении еврейского вопроса. Он и его товарищи-антисемиты планировали переселить всех европейских евреев на Мадагаскар. Потеряв этот остров, они перешли к окончательному решению еврейского вопроса – уничтожению евреев в лагерях смерти. Через восемь недель после потери контроля над Мадагаскаром Гитлер решил приступить к поголовному индустриальному устремлению евреев. Вот видите, как все сцеплено. Иногда платить за победу приходит совсем непричастным к ней людям. Фактически евреи оказались заложниками Гитлера. Или перережут коммуникации, или перережут горло. А где же наши в Африке? Дело в том, что советские торговые суда из Черного моря подлежали переброске на Дальний Восток, где они смогли бы участвовать в перевозках грузов из Сан-Франциско в СССР мимо Японии, с которой у нас тогда не было войны. Суда прошли Черноморскими проливами и через Суэцкий канал попали в Красное море. Там они приняли грузы, предназначавшиеся для войск, сражавшихся за Мадагаскар, и отправились на юг Индийского океана. Вот почему у Висбора может стать, что смерть ты найдешь за океаном, и все же ты от смерти не беги. Осторожней, друг, Даль подернулась туманом, сними с плеча свой верный карабин. ПАПАПАПАПАПАПАПАПАПАПАПАПАПАПАПАПАПАПАПАПАПАПАПАПАПАПАПАПАПАПАПАПАПАПАПАПАПАПАПАПАПАПАПАПАПАПАПАПАПАПАПАПАПАПАПАПАПАПАПАПАПАПАПАПАПАПАПАПАПАПАПАПАПАПАПАПАПАПАПАПАПАПАПАПАПАПАПАПАПАПАПАПАПАПАПАПАПАПАПАПАПАПАПАПАПАПАПАПАПАП Продолжение следует...